На этот раз мы сделаем всё правильно, Фриск. О, какое совпадение. Ну привет. Надо было ехать по лифте всё-таки. Дальше ты не пройдёшь, Чара! Вы правда думаете, что жалкий союз сможет меня остановить? Зачем, по-вашему, я пришла сюда? Ядро выбрасывает больше энергии, чем что-либо в подземелье. С нашей решимостью и энергией ядра я сделаю полный перезапуск и создам новую временную линию. Неа! Если ты куда-то пойдёшь, то только вместе с нами, Чарноль Грамма. А? Что происходит? Суть по твоему выражению, мы нигде не были внутри года, во время перезапуска. Какого чёрта ты сделал? Что? Нет, я... Я могу пройти сюда сам, но чтобы загощить тебя сюда, мне понадобилась помощь. Дай угадаю. Ну здравствуй, Чара. Добро пожаловать в твой кошмар. Мой кошмар? Ха! Если честно, моя жизнь и есть кошмар. Жаль, что всё так огонётся. Могло бы быть намного проще, Фриск. Но раз вы лицемерны, так упорно пытаетесь меня остановить, у меня не остаётся выбора. Я сыграю вашу игру, разделим этот кошмар вместе же. Вы хотели этого? Вместе с счастливой концовкой новую временную линию? Вы будете переживать ужасные события! Эти атаки мимо Хриана. Они управляют твоими мыслями, когда касаются тебя. Итак, давай исправим это. С ними окончено, бегём со мной. Санс! Вауэ, займись Сансом. Что я должен сделать с ним? Обнять покрепче? Как мне ему помочь? Теперь мой черёд. Ты быстро двигаешься, я впечатлён. Я надеюсь, ты помнишь, что позначают оранжевые атаки детей. Они означают... Двигайся! Ха, как интересно. У тебя очень насыщенная жизнь, Санс. Ты сын Гастерова и её ассистент. Неудивительно, что ты так много знаешь. Как насчёт игры? Покажи, расскажи. Давным-давно Гастер упал в своё создание. Ядрово. Это был несчастный случай? Или он всё поспланировал? Поскольку он был не только твоим боссом, но и отцом, ты пытался спасти его, но ничего не вышло. Ты был слаб. И теперь каким-то чудом он снова с тобой. Для этого пришлось его заменить в риск. Ты правда заботишься о Фриске? Конечно, я заботюсь о ребёнке. Зачем ты рассказываешь мне то, что я и так знаю вчера? Задумайся, Фриск, обладая решимостью, к чему бы ты ни стремилась, всякий раз, когда они совершают геноцид, ты всегда между ними и Асгором. Понятно, что ты хочешь отомстить за друзей и семью, убивая Фриск снова и снова, пока не устанешь. И ты был рад наконец-то начать действовать. Я... Я просто сделал то, что ты считал правильным. Ха-ха-ха-ха-ха, признай себе. Тебе нравилось убивать её, да? Я ни с чем не спутаю твою улыбку. Ту улыбку. Вообще-то, как я помню, однажды нож оказался в твоей руке. У вас на лице были такие выражения, как в историях Шекспира. Вот, это выражение подлинного тебя. Ты не понимаешь, Санс? Ты, ты ничуть не лучше нас. Мы ожидали от тебя чего-то больше. Впрочем, больше удивляет. То, что ты хочешь спасти этот мир. Как жаль. Сражаться за человека, который причинил монстрам столько страданий, при котором, что ты сам убивал невинных людей, ты просто выполняешь приказ? Или это было научное любопытство? А? И к чему оно тебя привело? К прекращению твоего существования в реальность. Ты навсегда разлучён со своим сыновьями. С народом монстров. С самим собой. Но ты знаешь, не хуже меня. Но с таким уровень РШ можно вернуться назад во времени. Во времени мира. В твоих экспериметах. До всей пустоты. Разве... А? А? Да, я совершил ошибку. Я убивал невинных детей. Я смог освободить народ монстров. Я не смог защитить своих сыновей. Эти грехи, с которыми мне приходится жить. Я заплатил свои цены. Это дитя сбило из пути. И всё же они сделали то, что я не сумел. Они подарили счастье народу. Монстров. Они дали моим сыновьям возможность начать всё заново. Если не нужно пожертвовать остатками моего существования, чтобы спасти их и этот мир, пусть так и будет. И я использую всю свою решимость, чтобы не было уничтожить мир. Ха! С радостью посмотрим, на что ты способен. Привет, Санц. Мне нужно, чтобы ты меня выслушал, окей? Это очередная уловка. Я уже не понимаю, что реально, что нет. Впрочем, этот ублюдок прав, что, что бы я ни делал, я всё равно чувствую себя им. Я не хочу быть этим парнем, Фриск. Ты сражался ради своих друзей и семьи. Сколько бы у нас не было решимости, Санц. Твоя решимость не уступала нашей. Я заслужил эти последствия. Ха! Наверное, каждый может стать лучше, если он просто попытается, верно? Что не помогает нам больше? Ты же всё ещё видишь добро, а я вижу его в тебе. Мы всё видим, мы все верим тебе, папа. Ха! Ты говоришь прям как Бабс. Ха! Точно! И он не ошибался. Столь чистое создание, как он, видит добро в каждом, даже в нас. Ты больше не он, пап. Ты... Это ты. Прости себя. Субтитры создавал DimaTorzok